Раз, два, три. Вроде бы некий кворум у нас есть, достаточно много людей с ним подключилось, это приятно, действительно тема интересная. В будущем поработаем вопрос, чтобы включать вам какую-нибудь веселую музыку, пока ждем опаздывающих. Но я думаю, если коллеги будут подключаться уже в процессе, то ничего страшного не произойдет. Сегодня мы говорим о W56P, новинке от E-Link. Меня зовут Илья, пиар-менеджер компании Automatica, со мной Юрий Гекушин, наш инженер. Мы, так сказать, на пару вам проведем этот вебинар. Уже был вебинар, была презентация про новый SIPDEV телефон, поэтому сейчас конкретно про него немножко сокращенно расскажем. Если вы хотите полностью узнать историю создания этой модели, все его характеристики, то заходите к нам на YouTube, на наш канал, смотрите предыдущий вебинар. Сам телефон не поменялся, его характеристики тоже, поэтому вся информация, конечно, актуальная. Но те, кто помнят, в прошлый раз мы, по сути, задавались вопросом, а интересен ли вообще этот телефон, эта модель, приживется ли она на рынке. И сейчас вот основное изменение произошедшее, это то, что уже совсем скоро его действительно можно будет купить, предлагать вашим клиентам. Так что в ноябре ждите, уже из такого абстрактного вопроса эта модель перерастает в реальность, которую совсем скоро можно будет потрогать. Мы ее уже потрогать можем, и сегодня как раз Юра вам расскажет конкретно про эту модель, держа ее в руках. Три составляющих презентации, собственно, в чем основное позиционирование, того, что база, по сути, осталась той же, поэтому можно варьировать разные варианты подключения трубок и баз. Соответственно, например, к одной базе могут быть подключены как 52-й телефон, так и 56-й, вот эта новинка. Ну, естественно, в таком случае не забудьте обновить программное обеспечение. Характеристики телефона, привеземые на экране, они во многом превосходят предыдущую модель 52-го телефона. Я думаю, сейчас вы можете пробежаться глазами, конечно, про все основные достоинства сейчас расскажем по очереди. В результате мы получаем, что это уже не просто один ДЭК-телефон, а это целая линейка E-Link, которая будет включать в себя 52-й, 56-й. При этом, конечно, нужно понимать, что один другого не заменяет. То есть это не то, что новая модель пришла на смену старой, это продолжение развития. Вот как раз на картинке уже новые интера, о которых мы сегодня тоже расскажем. И новые продукты будут появляться в будущие годы. Что это? Пока секрет, сами даже не все знаем, но как только будет информация, расскажем. Как раз вот в чем же ключевые преимущества. Дизайн другой, действительно, трубка стала интереснее, у нее стал экран больше, она сама стала больше, приятнее лежит в руке. Долгий срок жизни батареи и быстрая зарядка – это два фактора, которые очень близки друг к другу. Действительно, телефон живет намного дольше, чем раньше. Может заряжаться от USB. Теперь в нем 3,5-мм разъем для гарнитуры, был 2,5-мм, 52-го. И опционально можно докупить защитный чехол. Это то, что сам ядер выделяет как основные точки превосходства, так скажем, в этой модели. Посмотрим, что выделяется в разделе дизайн. Появился лайт-индикатор, как на десктопных моделях, привычный вам большой экран, 2,5-дюйма. Действительно, на нем теперь все умещается, все красиво и понятно. Интуитивно понятный интерфейс, доработанное экранное меню. Да, действительно, меню стало понятнее и привычнее, и оно стало, так скажем, более похожим, опять же, на десктопные модели. То есть, им удобнее пользоваться. Поскольку сам телефон стал больше, то и клавиши стали большего размера. Для людей с большими руками, ну, для мужчин, скорее, это стало намного удобнее попадать по клавишам. Изменился дизайн зарядного стакана. Даже сегодня вам продемонстрируем, что действительно телефон просто лучше, в нем стоит лучше заряжается и более устойчиво. То есть, даже в этом уже есть плюс. Вариант зарядки от USB, конечно, возможно, это немножко экстравагантный вариант, что вам срочно понадобится подзарядить телефон от Powerbank или даже от USB-порта телефона в серии D4. Но все случается, ситуации бывают разные, так что это явно не лишнее. Опять же, 3,5-миллиметровый разъем гарнитуры для гарнитуры позволяет поддерживать все стандартные гарнитуры, что круто и удобно. Защитный чехол, который можете докупить, повышает ударопрочность, защищает телефон от влаги и добавляет такой элемент, как антискольжение. Теперь телефон не будет скатываться со стола. Удобное и приятное дополнение. И, собственно, сравнение с другими моделями. В чем же отличие от 52-го, теперь давайте разберем по пунктам. Экран стал больше. Уже сказали, новая батарейка, которая позволяет в режиме разговора до 30 часов ее использовать, в режиме ожидания до 400 часов. Это удобно в том числе в каких-то помещениях, в каких-то случаях, когда телефон должен быть всегда при человеке, но у него нет возможности его заряжать. Например, склад, где сотрудник постоянно ходит из конца в конец, не сидит на одном месте рядом с телефоном. И какие-то такие ситуации. Про разъем уже сказали. И, собственно, из того, что еще не было сказано, это возможность крепления на стену. Действительно, в каких-то ситуациях это может быть нужно. И в сравнении с другой, так скажем, популярной моделью, есть относительно недостатки, например, в количестве аккаунтов, подключаемых трубок. Ну, вообще, как сам вентер говорит, что они проводили глобальные исследования, что это не является недостатком, что больше пяти трубок на одну базу, в принципе, пользователи не подключают. В прошлый раз у нас был спор на эту тему, возможно, действительно это так, но, как можно сказать, линейка будет развиваться, и появится, естественно, телефон, база, который может быть подключать до восьми трубок и даже больше. Экран больше 56-го, есть разъем, конечно, намного больше объем батареи. Записная книга может быть как локальная, так и удаленная, так и в DAP. До 500 пользователей, если прониковано на локальной книге. Ну, и, соответственно, есть возможность поиска по книге. Нам когда-то рассказывали, что мы на этом слайде даже в чем-то слишком хорошо рассказываем про телефон, так скажем, конкурентов. Но в целом можно понять, что модели где-то у кого-то у одного преимущества, где-то у другого, они вполне сравнимы по своим характеристикам. И вот, пожалуй, самое интересное, то, что изменилось с 3 августа, если я правильно помню, когда мы проводили первый вебинар. Как вы знаете, изменилась политика ценообразования немного, в том числе и на модели 52-56 от Елинка, и теперь телефоны стали намного более конкурентными. То есть даже если так посмотреть и сравнить РРЦ и цены на индекс-маркете, конечно, мы все прекрасно понимаем, что это немного разные вещи, но все равно они уже сопоставимые. И, конечно, уже намного более интересным, намного более вкусным, так скажем, стали телефоны от Елинка. При наличии многих технических преимуществ цена уже очень близкая, да и, по сути, такая же. И вот, наверное, самое интересное, о чем вы сегодня хотите услышать, собственно, Елинк РТ-20. Это новый репитер, который со временем заменит РТ-10. Он будет продаваться по той же цене, но здесь присутствует новый улучшенный дизайн. По-разному по-английски Елинк называет это дизайн, например, это industrial. Но, в общем, подразумевается, что, конечно, удобнее будет пользоваться репитером в таком виде. Просто нужно будет воскнуть его на розетку, и он сразу будет работать. Он, естественно, будет работать как с Елинк W52P, так и с Елинк W56P. Покрытие сигнал 360 градусов, что не может не радовать. Три индикатора. На нем присутствуют Power, DECT и Relay. Вот сверху на картинке вы можете видеть, как раз в данном случае горит индикатор Power, то есть что он в сети. Индикатор DECT, то, что есть сигнал, а Relay включается именно в тот момент, когда происходит разговор, то есть когда непосредственно репитер используется по прямому назначению. Plug and Play, конечно, поддерживает, совместим с DECT Gap. И HD Voice, HD Voice, естественно, он тоже поддерживает. Ну, нам кажется, что достаточно симпатичное исполнение в белом корпусе, так что надеемся, что вам он тоже понравится. До пяти репитеров можно подключить к одной базовой станции. Здесь есть некий относительный недостаток по сравнению, конечно, с предыдущим репитером, но на самом деле это не так. Потому что можно было к RT10 подключать 6, RT10, здесь 5, но в схеме подключения звезда 6 не нужно. То есть в любом случае подразумевается, что вот примерно так можно, как на картинке, обустроить схему их подключения. Соответственно, 5 репитеров покрывают большую зону. Если мы смотрим внутри помещения, то это получается 50 плюс 50 метров, а на открытом пространстве, ну, например, в каком-то очень большом складе, до 600 метров можно будет покрыть с помощью этих репитеров во все стороны базовой станции. На этом такая презентация, вводная часть заканчивается. Сейчас мы перейдем непосредственно к демонстрации, собственно, самого устройства W56P. Если есть какие-то вопросы, можете, конечно, писать в чат, будем отвечать. Но переходим, наверное, к самому интересному. Юра сейчас все покажет и расскажет. Коллеги, я приветствую вас. Давайте немножко посмотрим на сами девайсы. У нас тут для сравнения стоит текущая модель W52H. И его незаменно, а саши брат, можно так сказать, 56. Можете посмотреть, что по размеру вся шестая трубка намного больше. При этом в руке она, как ни парадоксально, лежит намного удобнее. То есть трубка выглядит намного солиднее. Большой экран. Коллеги, а хорошо вообще видно? Может быть, что-то нужно увеличить? Или так все хорошо? Нет, не нужно или нет, хорошо? Коллеги, вы сами можете в своем клиенте выбрать то изображение, которое хотите видеть. То есть вы можете презентацию брать влево, в маленькое окошко, а для себя вывести... Картинка висит. Давай, Юра, в данном случае переключим. Сейчас, тогда секунду. Сейчас я сделаю, чтобы всем было хорошо и комфортно. По-моему, W52 можно без проблем крепить к стене. В комплект даже идет крепление для трубки. Вот. Так стало всем лучше. Да? Давай, напишите в чате, как так лучше видно. Отлично, отлично. Ну, тогда продолжим. Ну, опять, по размеру все видят, что... Ну, по размеру видно, что трубка намного больше, наверное, почти там в полтора, наверное, раза, можно так сказать. Экран намного четче, нежели у предшественника, вот, и более информативен. Стоит отметить, что мы в технической поддержке часто получали, ну, так можно сказать, жалобы о том, что на 52-й трубке очень маленькие кнопки. Ну, вот, специально для тех людей я прислушался и увеличил размер кнопок. Вот, то есть, хотел поговорить еще по поводу зарядки, по поводу зарядной станции. Она претерпела изменения, она стала, во-первых, по размеру чуть больше, и при этом у нее сзади, надеюсь, там видно, есть пазы для крепления на стену. Ну, то есть, непосредственно сама подставка, ну, базовая станция, зарядный стакан крепится на стену, а не трубка. Вот, в таком конце у нее USB кабель, и, к примеру, те пользователи, которые на своем столе... Ну, есть люди, которые одновременно работают со стационарного телефона, и при этом перемещаясь по офису, можно использовать трубку. То есть, у меня стоит на рабочем столе Т29, у него есть USB-порт. Мне не надо протянуть кабель либо там к компьютеру, либо к пилоту, ну, там, к удлинителю. Я могу просто к 29-му телефону, у меня просто меньше всяких кабелей под столом лежит, то есть, это намного удобнее. Ну, и тем более, можно опять подсоедить к ноутбуку, к компьютеру, то есть, нет таких жесткого ограничения, как на 52-м, что надо именно в розетку вставлять для зарядки телефона. Также изменилось крепление на ремень, оно теперь выглядит, на 56-м выглядит таким образом, можно вот так закрепить, и трубка будет свободно немножко двигаться на... При сравнении. Да, потому что на 52-м, в этом плане телефон ограничен в своем перемещении, но при этом подставка держится крепко, то есть, она явно не упадет со временем, там, и в самый неподходящий момент. Базовая станция никаких изменений не претерпела, корпус создался идентичный, ну, буквально единственное, что, там, появилась новая надпись, ну, это, там, никаких критичных изменений она не привносит. Еще, если раньше у 52-й трубки в виде батареек, это были аккумуляторы, ну, или, там, мизинчиковые, там, 3А, то есть, сейчас у 56-го трубки, там имеется именно блок аккумулятора, то есть, это не используется, там, ни пальчиковые, ни мизинчиковые батарейки. Вот, если, написав в втором, в принципе, срок действия батарейки приходил к концу, то можно было в свободном доступе купить обычные мизинчиковые, там, батарейки, аккумуляторы и продолжить пользоваться. То в 56-м, к сожалению, это уже не получится так сделать, при том, что используется блок аккумулятора, ну, как на мобильных телефонах, примерно такого же вида. Ну, вот, 3,5-миллиметровый порт находится снизу, вот оно, там, где зарядные контакты. Ну, динамик громкой связи находится на задней стороне, он защищен от флаги, вот, и там внутри специальная защитная мембрана стоит. Стал громче спикерфон, кстати, насколько мы знаем, то есть, это тоже приятное дополнение. Так, я обещал показать, собственно, как они держатся, действительно, там, жалуюсь, что есть некая проблема, что не совсем устойчив в 52-м зарядном стакане, а 56-го, конечно, с этим нам намного лучше. Если, ну, специально его не дергать, как я сейчас делал, то он сам по себе не будет падать. То есть, как только получите, потрогаете в своих руках, тоже поймете, почему изменился зарядный стакан в этом отношении. Сейчас, секунду, давайте вернемся к вопросам в чате, потому что мы не на все успели посмотреть, ответить. Давайте еще раз проверим чатик. Так, без проблем крепится на стену. Ну, вот Василий Егоров пишет о том, что без проблем крепится на стену. Ну, у 52-го в комплекте идет только крепление на ремень. Ну, там, нету крепления на стену. Ну, мы имеем в виду, что трубку можно крепить на стену. На базовой станции, да, действительно, есть свои пазы для крепления на стену. Но, возможно, под некоторые задачи именно требуется крепление трубки на стену. То есть, у 52-й трубки именно такой возможности нет. На зарядном стакане тут нету никаких специальных пазов. 56-го, вот они. Тоже можно увидеть. От Виктора был вопрос. Что вышло? Там вопрос с изображением. А, да. Коллеги, может быть, еще что-то хотите спросить? Да, тут хорошо, что этот стакан не крепится, да, Василий? Все, именно так это и имели в виду. Ну, собственно, коробку вы тоже видите. Она размером такая же. То есть, тут особых проблем тоже не возникнет. Давайте напишите, у кого проблемы с видео. Потому что мы на своей стороне, на втором экране видим, что трансляция видео идет. Василий, попробуйте обновиться, перезайти, может быть, на самом деле. Не только у Василия. Ну, действительно, мы записываем текущий вебинар. Его можно будет в любом случае в записи посмотреть. Было бы здорово, если бы вы написали нам техническую поддержку по поводу того, что были проблемы с вебинаром. Мы бы попробовали их решить. Если честно, мы сами видим, что у нас все хорошо, поэтому интересно, на каком этапе проблемы возникают. Поддерживается ли регистрация на DECT в базах сторонних производителей? Ну, здесь точно так же, как с 52-м телефоном. То есть, производитель заявляет поддержку GAP, который позволяет регистрироваться со сторонними производителями. Но мы сами не проверяли. И, скорее всего, такая же ситуация, что и с 52-м. Какой-то функционал работать будет, какой-то нет. И с разными производителями по-разному. Видео висит. Ну, в любом случае, запись будет выложена. К сожалению, не знаем, чем прямо сейчас Вам помочь. Но надеюсь, что основную часть вебинара Вы успели заставить в прямом эфире. И работает. А слышно ли то, что мы говорим? Хотя бы, если да. Хотя бы слышно. Это уже радует. Ну, да, может быть, еще дополнение. Может возникнуть такой вопрос. Конечно же, новый телефон локализован. То есть, все, как всегда, в лучших традициях хайпиматики. Не будет никаких проблем с русским языком. От коробки до интерфейса. Да. Мы, наверное, показали все, что хотели. То есть, если Вы говорите, что картинка остановилась на замене батареек. Дальше не было чего-то критично интересного. Но, в любом случае, Вы сможете посмотреть конец записи. А давайте голосом, наверное, Юра ответит на вопросы, если они у Вас есть. Будет ли прошивка для Skype for Business? Пока такой информации нет. Пока я линк реализовал только линейку Т4 для Skype for Business. Да, это может быть, даже Максим Васильевич лучше знает. Он есть в чате. Макс, если вдруг у тебя есть какая-то информация, отпиши с текстом, пожалуйста. Еще вопросы, коллеги? Если все понятно, то будем потихоньку... А, нет. При переходе движения зоны действия одной базы в зону действия репитер разорвется или сохранится? Между базой и репитером реализован функционал хендовера. Ну, если там связь сделана так, что не будет полностью потери соединения, если, к примеру, в районе двух палок будет связь, и произойдет переход между базой и репитером зоны действия, то разрыва соединения не будет. Можно одну трубку зарегистрировать до пяти разных баз. Вот, если переходит трубка с одной базы на другую, то здесь уже хендовер не реализован. Будет в любом случае разрыв соединения, даже если уровень сигнала останется на приемлемом уровне. И это ввиду, что бесшовное покрытие. Ну, вот, бесшовное покрытие, это и есть функционал хендовера. Да? Какие лайфхаки, чтобы услышать, чтобы заработал вебинар? Коллеги, конкретно сейчас, честно, не знаем, что вам помочь. Может быть, какие-то проблемы со стороны провайдера или еще где-то? Час назад все тестировали, все работало. Ну, советуем посмотреть вебинар еще раз в записи, если хотите увидеть картинку. На YouTube выкладываем оперативно, уже сегодня будет отредактированная, обрезанная запись, которую можно будет посмотреть, так же, как и все наши другие вебинары, которые проходят. Ну, еще, как бы, от себя могу предложить. Можете написать нам на саппорт собака и тематика, ну, сразу после вебинара. Мы, как бы, эту комнату закрывать не будем и попробуем, ну, как бы, с вами связаться, выяснить, что за операционная система, каким девайсом пользуетесь и попробовать решить проблему или хотя бы выяснить, в чем именно. Есть ли какая-то, ну, там, связь, какие-то определенные условия? Да, коллеги, есть еще такой небольшой лайфхак. Буквально через полторы минуты после того, как закончится запись вебинара, когда мы с вами попрощаемся, запись, собственно, появится в этой же комнате. В разделе документы там, соответственно, есть и презентация наша сегодняшняя, и там же будет видеозапись, которую можно будет скачать и посмотреть буквально через несколько минут после того, как мы закончим наш вебинар. Да, тут вот вопрос. При переключении другую базу автоматически или надо будет вебинар выбирать? После того, как вы трубку зарегистрируете на двух, ну, на несколько базовых станциях, у вас появится новый пункт в разделе регистрации автоматический. Трубка будет автоматически искать ту базу, где лучше связь. Либо этот пункт не выбирайте, тогда только вручную перерегистрироваться. Так, самый главный вопрос, есть ли настройка нового репитера через веб-интерфейс, или он так же настраивается, как и предыдущий. Насколько нам известно, что он будет настраиваться так же, как и предыдущий. Только отличие, что у него сейчас есть там кнопка, у него непосредственно, которая позволяет в разный режиме переходить, и есть три светодиода на три разных состояния. Потому что настройка текущего RT-10 была достаточно такая себе задачка, что с первого раза настроить его не получалось. Может ли данный репитер цепляться к нескольким базам одновременно? Нет, один репитер регистрируется только на одну базу. К сожалению, на данный момент у нас репитера RT-20 нет, показать нечего, к сожалению, визуально. Ну да, на самом деле, буквально было анонсировано несколько дней назад глобально на компании E-Link, так что это прям вот самая-самая свежая информация, которую сразу решили до вас донести. На Mozilla заработало. Коллеги, на самом деле, много раз говорили, что, в принципе, на Internet Explorer вебинар не должен работать, так что если вдруг у кого-то проблема из-за не того браузера, то можете пользоваться любым другим, кроме Internet Explorer. Еще одно такое замечание по вопросу о лайфхаках. Можно я подробно про аккумулятор? Я переключался, перезагрузил несколько раз, браузер, возможно, прослушал. Ну, коротко повторюсь, что по поводу аккумулятора. У 52-го, трубки 52-го, в виде аккумулятора это мизинчиковые батарейки, ну или аккумуляторы 3А. То у 56-го сейчас это непосредственно блок аккумулятора, как на мобильных телефонах. То есть, допустим, раньше батареек есть же срок годности, когда они приличный период времени работают. Можно было просто купить новый, вставить и продолжить пользоваться. То, к сожалению, в 56-м такое сделать уже не получится. Понятное дело, что блок аккумулятора, он прослужит дольше и как раз таки позволяет трубке, даже при большем экране, работать 30 часов во время разговора и 40 часов в режиме ожидания. Просто это стоит учитывать, что у него в комплекте идет именно блок аккумулятора, а не аккумуляторы или батарейки пальчиковые или даже мизинчиковые. По дальности или мощности сигнала есть измерения. Вы имеете в виду по РТ-20, скорее всего. Я предлагаю немножко подождать. Буквально на следующей неделе мы, наверное, уже откроем карточку товара на сайте. И там все эти характеристики будут указаны. Ну да, вообще то, что говорил Елик, по дальности будет то же самое. 50 метров в помещении, 300 на открытии. Там немножко не то. Это мощность сигнала, а не радиус действия. То есть у него, на самом деле, по-моему, чуть-чуть, практически такие же значения, как у РТ-10 по мощности. Повторюсь, мы на следующей неделе, наверное, уже карточку товара на сайте откроем. При проблемах с электричеством не будет ли терять регистрацию. Но это вопрос в том, что будет ли жить при потере электричества база. Если база будет жить какое-то время по питанию ПОЯ, как вариант, то, ну, и трубка, понятное дело, от аккумулятора будет питаться, то не потеряет. Если база упадет, то речь о регистрации не идет на базовой станции. Ну и, соответственно, и СИП-регистрация упадет. Если обрыв связи был на несколько секунд. Ну, опять же, если базовая станция в этот период времени не упадет, то потеря регистрации не произойдет, потому что у телефона, ну, у базы тут уже, наверное, больше идет речь, то у нее есть определенное время, когда она перерегистрацию производит, именно с СИП-сервером. То есть, если именно в такой, так скажем, в этот период времени не попадет, что связь, ну, там электричество пропадет, то все должно быть ок, ничего не упадет. Видео пошло на фриз, но хоть звук. Алекс, нам перед вами действительно стыдно. Будем стараться в будущем делать лучше, чтобы всем было хорошо. Когда будет поступление на склад, скоро, действительно, совсем скоро, то сейчас уже прямо ждем. Так что надеемся, что в ноябре уже сможем вас порадовать. Как будет, будет ли поступление на склад, ну, это лучше узнать у менеджеров. И у нас на сайте есть почта, так скажем, отдела маркетинга. Можно у них спросить, либо, может, они сейчас служат в чате ответить. Как будет происходить замена блока аккумулятора? Сами или несем в сервис? Ну, на блок аккумулятора, в гратильном талоне будет написан срок годности блок аккумулятора. Скорее всего, он будет составлять так же 18 месяцев. Соответственно, если блок аккумулятора умрет в течение гарантийного срока, то это будет замена по гарантии. Если нет, то если уже там гарантийный срок истек, или это не гарантийный случай, то придется покупать. Сколько максимум репитеров можно на базе усыплять? Ну, был слайд, но сейчас его не видят. Я предлагаю вам скачать, там есть из раздела документов презентация, до пяти репитеров на одной базе. Будет ли инструкция на русском языке, на ручной и автоматической настройки? Думаю, мы и сделаем. Когда у нас на руках появится РТ-20, эту инструкцию, как сделали на РТ-10. Алекс, да, ноябрь. Действительно, чтобы узнать конкретную дату, можете, например, написать на сейлс вашему менеджеру, с кем вы работаете. Где-нибудь в третьей неделе ноября ждем сначала комплекты W56P, а затем уже в скором будущем появятся отдельно трубки, то есть W56H. По схеме звезда подключить? Да, именно по схеме звезда, так же, как ту, на 52-м и РТ-20-м. Здесь без изменений. Репитер к репитеру зарегистрировать нельзя, не получится. Да, Андрей, скачайте в любом случае презентацию, там есть как раз красивый слайд, отвечающий на ваши вопросы. Думаю, пригодится. Вот гость спрашивает, не приспособлена зарядка трубки от USB. Ну, тут как раз и реализовано новое, что можно заряжать, вот, зарядный стакан, он заряжается по USB. То есть можно либо в телефон, который есть, ну, там, сационарный, либо в компьютер, у которых есть USB-парты, либо в комплекте также есть переходник и вилка USB. Мне кажется, на самом деле, гость немножко другой вопрос задает. То есть нет, конечно, саму трубку отдельно от стакана вы никак по USB зарядить не сможете. То есть в любом случае вам нужен зарядный стакан. Если я правильно понял, хороший вопрос. От количества репитеров, точнее, репитеры не влияют на количество трубок. Оно неизменное. То есть вы можете 5 репитеров и также 5 трубок. Стоит отметить, это, по-моему, на слайде не было, что репитер также держит два одновременных разговора, как и РТ-10. По-моему, на слайде этого не было. Вот, отмечу. Да, базовая станция держит четыре одновременных разговора, но один репитер держит только два одновременных разговора. коллеги, рады с вами пообщаться. Если есть вопросы, пишите. Если нет, то маловато будет. Но уже говорили, да, что линейка Елинг будет развиваться, то есть эти показатели также в будущем будут увеличены в других моделях, так скажем. Был, на самом деле, разговор, что это даже какая-то такая особенность российского рынка, что у нас участвуют, говорят, что маловато будет. На самом деле, как сам вендор проводит глобальные исследования, по всему миру говорят, что этого более чем достаточно. Может быть, и здесь мы отличаемся. Просто оборудование позиционируется, скажем, для малого, ну и там с натяжкой для среднего бизнеса. То есть все-таки эти комплекты, они предназначены для какого-то маленького офиса, где небольшое количество сотрудников. Мы знаем, что есть у других производителей так называемые кластерные системы, которые позволяют более 100 адект-устройств поддерживать. Но Елинг свое оборудование традиционирует как для более малого бизнеса, для маленьких офисов. Было бы здорово веб-интерфейс с понятными настройками динамическую регистрацию на разные базы. Ну, возможно, со временем реализуют это. Ну, это вот опять по поводу веб-интерфейс с понятными настройками динамическую регистрацию на разные базы. Это вот все-таки больше к этим кластерным системам, где большое количество трубок используется. Все-таки немножко по цене как-то трудно давать комментарии. Ну, можно дать один комментарий, что веб-интер старается. Вот недавно цена была снижена, так что сейчас надеемся, что предложение стало более интересным, в том числе и для СОО. Нет, дело немало в бизнесе, а в идее меньше проводов. Достаточно часто пользуются и интересуются беспроводными по этой причине. Ну, конечно, чем меньше проводов, тем лучше. Хотя все равно, чтобы... Ну... Трубку все равно надо заряжать. В любом случае провода будут... Как бы... Даже сейчас все СИП-телефоны имеют поддержку практически твой. То есть это как минимум из стены один провод придет. Будет стоять стационарный телефон с трубкой. А тут просто сам по себе размеры имеют больше, нежели дек-телефон. А дек-телефон надо заряжать, он же не будет бесконечно там работать. Так... Со временем лучше бы развили цену центрального контроллера, новое количество трубок расширять, а не привязывать к этажу. Ну, возможно, к этому придет. Придут. Сделают базу, которая будет контроллером. Там, или ПО, и реализуют это. Пока, к сожалению, информации по... Будет и не будет. У нас нет. Белый цвет трубки не планируется. Ну, по умолчанию не планируется. На самом деле, у E-Link традиционно всегда очень высокое качество пластика, поэтому тут нет вариантов, так скажем, взять и перекрасить несколько телефонов, чтобы получить белый. То есть, скорее всего, нет. Если вдруг у вас будут запросы на какой-то очень большой проект с много-много-многими именно белыми телефонами, то это всегда обсуждаемо пишите. Ну, опять Василий, по поводу наращивания репитеров. Говорю, это, повторяюсь, это решение для небольшого количества рабочего персонала, так скажем. Ну, и если стоит задача там увеличить там два или там примерно два раза радиус действия, там, ну, какой-нибудь там на складе два человека работают и перемещаются, то большой нагруженности, как бы, любуют. Опять, а если там задача стоит объединить несколько этажей, то, конечно, это решение уже смотрится, мягко говоря, так себе. Надо думать вот о кластерных решениях там с контроллером. В любом случае, линейка будет развиваться, так что надеюсь, Василий, что в семнадцатом году, в семнадцатом и так далее сможем вас порадовать моделями, которые все ваши потребности будут удовлетворять. Коллеги, ну, вроде поток вопросов и сяк. Будем прощаться? Да, и все же, еще раз повторюсь, прошу тем людям, у которых были проблемы там с интернетом, кто не смог там так в итоге видео получить, давайте с вами, там, напишите нам на почту supportsobaka.ru, попробуем выяснить все же, что же было. Комнату мы закрывать не будем, но вебинар, записи вебинара остановим и сможем протестировать, потому что мы бы не хотели нам, чтобы дальнейшие вебинары сталкивались с проблемой. Андрей, спасибо вам тоже. Василий, спасибо, тоже будем стараться. Алекс, тоже спасибо за советы. Мы, конечно, все вендорам всегда передаем, у нас прямая связь в один шаг. Так что стараемся транслировать пожелания рынка, конечно, и производителю. Мы сейчас прекратим запись. После этого буквально через минуту появится видеозапись, там же вы сможете сами ее скачать. И презентация. В презентации на последнем слайде указаны мои контакты. Если есть какие-то вопросы, пишите. То есть, если я либо сам на что-то могу ответить, либо просто перешлю ваш вопрос нужному людям из нашей компании. Да, Алекс, нам перед вами стыдно, но можем только извиниться, в будущем будут лучшие вебинары. Мы стараемся. Все, друзья, спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.